Привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать на тему о красивом звуке. Все часто музыканты говорят, нужно добиваться красивого звука, у него некрасивый звук и все остальное. Но никто почему-то не говорит, что это означает, как понять красивый звук, некрасивый звук и на что это влияет. Так, поэтому начнем сегодня вот такую интересную тему. Во-первых, нужно понимать о том, что всегда изначально на красоту, на окраску, на тембровый звук будет влиять инструмент, на котором вы играете. Давайте теперь поставим такую рамку о том, что я буду говорить и вот все дальнейшие пункты, они будут относиться к акустическому фортепиано, то есть фортепиано, у которого есть струны, либо к роялю, ну либо к хорошему цифровому пианино или фортепиано. То есть если у вас есть синтезатор такой, знаете, как бы старенький, ну не то чтобы старенький, и у него легкие клавиши, то, к сожалению, на этом инструменте очень сложно будет вообще извлечь какой-то звук, разнящийся друг от друга. То есть там обычно вы нажимаете, и звук всегда звучит одинаково. Поэтому будем говорить именно об инструментах, на которых можно извлечь разную палитру звуков. Разную палитру звуков, вот, к примеру, вон там у нас есть синтезатор. Вот на таком очень сложно будет что-то дельное сыграть, поэтому если у вас вот такой вот инструмент, вот и закрывайте видео и переходите к другому. Либо просто можете посмотреть на будущее, и когда купите себе хорошее, качественное фортепиано, уже будете знать, что и как. Хорошо, давайте определимся о том, что когда вы нажимаете на клавишу, звук имеет всегда два момента. Вот давайте я вам буду прямо на экране это все дублировать. О том, что звук имеет два момента. Само нажатие. Так, звук имеет два момента. Само нажатие, когда вы прикасаетесь к клавише, и освобождение, когда вы уже наслаждаетесь шлейфом звука. Что это означает? Когда ваша клавиша при... Ваша клавиша... Ваш палец прикасается, и вы как бы давите рукой на клавишу, и потом для того, чтобы... Если посмотрите колок, если смотрите акустическое фортепиано, колок, он ударяется о клавишу, и когда вы освобождаете немножко руку, вы как бы снимаете напряжение, и колочек немножечко от струны отстает. И когда колок отстает от струны, у струны больше есть амплитуды колебания. Так вот, исходя из этого, красивый и хороший звук это тот звук, в котором больше амплитуды колебаний, и который, так сказать, по тембровым краскам отличается от остальных. То есть в нем больше какого-то такой тембровости, мягкости, такой насыщенности. Ой, загнула, ну ничего страшного, я сейчас все расскажу все более подробно, как это и что. То есть вы, когда нажимаете на клавишу, это же работает и с хорошими цифровыми фортепиано. Ваша задача, вы нажали на клавишу, клавиша провалилась, и немножко вам нужно расслабить руку, чтобы клавиша стала более такой, более легкой. И тогда вот этот вот шлейф, он будет более длинным, и он будет более темброво насыщенным, потому что колебание струны, оно будет более таким, более объемным. Вот, хорошо, это у нас был первый пункт. Первый пункт. Второй пункт. Второй пункт о том, что все ваши пальцы, все ваши пальцы должны быть связаны в первую очередь с ушами и с вашим мозгом. О том, что всегда есть такое значение, такая идея о том, что музыкант играет в первую очередь ушами, во вторую очередь мозгами и в третью очередь пальцами. Потому что всегда, когда мы прикасаемся к фортепиано, у нас в голове такое, как будто бы, знаете, такие папочки, установленные папочки. И мы такие думаем, какой я хочу сейчас звук услышать. Он должен быть жесткий, жесткий, допустим, жесткий и грубый. И мы берем папочку из жесткого и грубого, сводим это все в одно, наши нейронные связи пускают импульсы к нашим рукам, и пальцы уже думают. Значит так, жесткий, значит нужно более твердо нажать, и грубый, значит нужно более сильнее это все сделать. Но тут идет такой вопрос. Так, сейчас я напишу. Тут идет такой вопрос о том, что у вас должны быть эти папочки в голове. То есть для того, чтобы вы смогли подумать, какой именно вам нужен звук, у вас уже должны быть загружены эти папки в голове. Что делать? Самый прекраснейший способ это слушать других музыкантов, слушать других исполнителей. Желательно хороших исполнителей для того, чтобы вы могли сравнить, анализировать. Вот, к примеру, каждый музыкант, он по-своему всегда прикасается к клавиатуре, и у него своя такая, так сказать, система. И когда вы будете слушать разных исполнителей, вы будете это все сравнивать, и ваш мозг будет запоминать, значит, вот как получилось у него красиво, а что он для этого сделал? Ага, он немножечко как будто бы присутулился и сделал руку очень легкой, и она так как будто бы парит над клавиатурой. Наверное, вот этот вот секрет. А почему у него получается такой интересный стаккад, оно такое острое? Так, а как добиться этого острого стаккада? То есть вы, когда слушаете музыку, вы пытаетесь ее анализировать и сохранить вот эти вот какие-то определенные способы, которые делают другие. Вот, это очень хороший способ. Так вот, вы играете, допустим, Элегию Рахманинова. Вы начинаете сначала думать. Очень красивая мелодичная мелодия. Очень красивая выразительная мелодия. Как я хочу ее сыграть? Ну, наверное, да, звук должен быть более нежным и более таким прозрачным. И мы вспоминаем о том, что, чтобы сделать нежный звук, наша рука должна быть более расслаблена. И мы должны вот как будто бы пальцами петь эту мелодию. Тут, конечно же, очень большой вопрос именно к фразировке. Ну, к фразировочке мы еще попозже подойдем. Но именно прикасание пальцев к клавише должно быть очень таким, очень легким. Когда я... ...мягко. Они спрашивают, как это? Легко и мягко. И ты тогда говоришь, представь, что у тебя котик. И ты котика этого гладишь по спинке или по головке. Как ты будешь его гладить? И тогда детям понятно, что шерстка мягкая, и ты будешь его гладить очень мягко. И также вот с таким ощущением ты и прикасаешься к фортепиано и к клавиатуре. В игре попробуйте применять такие же схемы и такие же какие-то ассоциации. Значит так. Второе. Это что все действия пальцев должны быть связаны с ушами и с мозгом. В противном случае не жди красивого звука. То есть да, вы должны это все проанализировать. Хорошо. Дальше. Следующий пункт. Вот очень такой судьбоносный, я бы сказала. Чем тише звук, тем... Тем... Большинство кажется, что чем тише звук, тем легче и расслабленнее пальцы. Потому что с расслабленными пальцами можно сыграть тихий звук. Но тут идет наоборот такая вот схема о том, что чем тише звук, тем активнее кончик пальца. Смотрите, тут есть различия. Свободные руки и активный кончик пальца. Вот давайте я прямо сейчас запишу. Активнее кончик пальца. Вот представьте, что вам нужно шепотом что-то рассказать. Вот вы сидите там где-то там на уроке каком-нибудь или на паре, вспомните себя в студенческие годы. И вы говорите своему соседу что-то, какую-то информацию. И если вы шепотом будете говорить невнятно, с расслабленным что... Так, кстати, прошептали. Но ничего не будет понятно. Но если вы сделаете свою дикцию такой четкой и произнесете это все артикуляционно, выговаривая каждую букву, то даже если вы шепотом скажете, все будет понятно. Собственно, мне кажется, шепотом и надо говорить артикуляционно, потому что это шепот. Тут как бы других вариантов нет. То же самое и в музыке. Чем тише звук, тем активнее кончик пальца. Но что значит активный кончик пальца? Это именно вот эта вот часть. Вот первая фаланга и вторая фаланга. Но, несмотря на это, что палец очень активный, ваша рука должна быть такой, вы знаете, расслабленной. То есть представьте, что гвоздь, на котором болтается веревка. Гвоздь очень острый, очень цепкий, а рука это веревка. И вот именно тогда вы добьетесь результата и вы добьетесь хорошего артикуляционного звука. Вот, кстати, некоторые спрашивают о том, чтобы добиться хорошего звука. Нужно ли делать какие-то движения руками? Нет, не обязательно. И я даже слышала о том, что некоторые говорили, что у тебя плохой звук, потому что ты не водишь руками вот так. Вы знаете, некоторые пианисты играют и делают танцы на льду. На самом деле это не сильно зависит. Возможно, есть какой-то маленький процент, но тут очень много нюансов. И то есть вот разводка и вот такое вот хождение рук взад-вперед, это не показатель и это не способ для того, чтобы добиться хорошего звука. Тут есть просто ряд нюансов и ряд физиологических каких-то предрасположенностей. То есть, возможно, к примеру, если вы высокий человек, если вы высокий человек, то вам не будет удобно делать вот это вот все руками. Потому что, ну, руки, ну, подлиннее, чем, допустим, у человека, который ростом, там, 160, к примеру. Я думаю, он таки высокий, у меня рост 176, и я не сильно вот так вот болтаю руками, потому что, ну, потому что мне неудобно. А вот человек, у которого, ну, к примеру, пусть ему, там, 160 или, там, 150 ниже ростом, ему придется, конечно же, руками немножечко пошевелить, потому что для того, чтобы удобнее играть на фортепиано, это чисто физиологический какой-то процесс. Хорошо, следующий момент, следующий момент, это о том, что нужно всегда себя слушать, снова, снова момент о том, что нужно слушать. Почему так сильно заостряю на этом внимание? Потому что, если ты не слышишь, что сам играешь, то этого не услышит и твой слушатель. Тут, возможно, даже можно сказать, если ты не слышишь и не понимаешь, что играешь сам, не услышит и не поймет твой слушатель, что тут имеется в виду. Допустим, вы играете Лакримоза, Моцарта, или, допустим, пусть будет у нас похоронный марш Шопена. И, допустим, вы должны четко понимать себя, понимать весь процесс, что вы играете. Это похоронный марш. Хорошо, если это похоронный марш, какие критерии, как нужно будет его играть? Ну, наверное, это какая-то собранность, собранность пальцев, какая-то строгость в какой-то мере, такая обреченность, матовые оттенки и средний темп. И когда вы это все анализируете у себя в голове, и вы должны всегда слушать обратную связь. Вот вы отдали, так сказать, приказ своим пальцем, так-так-так-так, и вы еще и проверяете звук. Достаточно ли трагично оно звучит? Или достаточно ли медленно оно звучит? Потому что всегда должна быть какая-то идея в том, что вы играете. Потому что если вы сядете и будете играть с каким-нибудь открытым таким звуком, шлепающими пальцами, то слушателю вообще не будет понятно, что происходит. Но даже если вам все равно на слушателя, вы там играете, занимаетесь на фрикапиано только для себя, это тоже тот момент, который вы должны контролировать, потому что все равно хочется играть музыку в соответствии с ее предназначением. И музыка всегда, музыка вообще такое искусство, которое звучит во времени. То есть пока музыка звучит, это есть искусство. Как только музыка перестала звучать, искусство пропало. И всегда нужно стараться делать это все достоверно, качественно. Потому что мы же играем на фортепиано в свое удовольствие. И играть на фортепиано — это не просто нажимать клавиши, а это высказывать какие-то эмоции свои, какие-то чувства, какое-то настроение. Поэтому всегда нужно слушать себя. Хорошо. Прям так сказалось, как будто бы я какой-то психолог. Молодцы слушают свое сердце. А музыканты слушают свои пальцы. Ну ладно, хорошо. Следующий момент, пятый, это о том, что, 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 конец фразы мы никогда не выбиваем. Что это означает? В музыке есть всегда свои предложения, с помощью которых музыка с нами разговаривает. Условно, предложение. Если в тексте предложение, то в музыке это называются фразы. И когда я с вами разговариваю... Вот я запишу... Стараться делать какую-то интонацию, чтобы вам приятнее было слушать, и чтобы вам было интересно. Потому что если я буду говорить все предложения с одной интонацией на одном тоне, это будет ужасно. Вы через две минуты скажете... Давай дальше закрываем, чуть тут неинтересно. То же самое в музыке. Если вы играете всю страницу, допустим, всю первую часть монотонно на одном звуке, без фразировки, то это тоже будет не совсем то, что надо. Вы всегда должны понимать, что есть фраза, и в этой фразе есть подъем и спад. Как в хорошем детективе. Завязка, развитие, кульминация. Кто кого убил, нашли убийцу и... Так, а я не знаю, меня YouTube пропустит, если я сказала это слово. Ладно, хорошо. Вы нашли виновного, и, собственно, развязка. Все получили по своим заслугам, ну и в итоге все стало хорошо. В музыке тоже такая же схема. То есть есть какая-то завязка, есть развитие, кульминация и спад. Так вот, конец фразы. Конец фразы всегда у нас идет на спад. Если вы послушаете интонации, то когда у нас в предложении точка, наша интонация тоже как бы падает вниз. И в музыке, вот, к примеру, какую-нибудь мелодию можно вспомнить. Даже ту же самую к Элизе. Та-ра-та-ра-та-та-та-ра-там. Та-та-ра-там. Та-та-ра-там. Первая фраза закончилась. Если я вот сыграю так. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Будет такой вопрос. Что ты хотела этим сказать? Зачем ты вот конец вытолкнула? Это, ну, возможно, если вы будете играть человека, который не совсем понимает в музыке, он не обратит на это внимание. Но если это послушает человек, который уже, ну, там, я не знаю, там, годик-два учится, играет на фритопиано, он сразу же это услышит. Не говоря уже о профессионалах и людях, которые, допустим, закончили музыкальную школу. То же самое. Вот. Либо там консерваторию. Поэтому конец фразы мы всегда опускаем и делаем чуть-чуть потише. Если вы не можете понять, где у нас начало фразы, где у нас конец фразы, то лучший способ это спеть. Вот спеть. Вот как я вам сейчас спела. Спеть, и ваш голос всегда вам подскажет, поможет. Потому что мелодия, это всегда связано с пением. Всегда изначально мелодичность, всегда проявляется в пении. Поэтому. Еще. Вот, кстати, я планировала только про пять пунктов. Давайте еще один маленький бонусный пункт. Сделаем бонусный пункт о том, что всегда нужно пропевать мелодию. Пойте мелодию. Есть даже некоторые исполнители, мне кажется, Горовиц. Он, когда играл на фортепиано, он всегда немножко себе подпевал. Но, возможно, возможно, не Гаус. Не, не, мне кажется, Горовиц. Ну, ладно, не суть. О том, что есть пианисты, которые играют, и они себе немножко под нос мурлыкают. Это неплохо. Это очень даже вам поможет прочувствовать мелодию изнутри, прочувствовать музыку изнутри и понимать, куда она стремится. Потому что мелодия, это как река. Она бывает очень такой мягкой, бывает сносящая все на своем пути. И если вы это проинтонируете своим голосом, вам будет легче понимать вот эти вот все, так сказать, повороты судьбы мелодии. Хорошо. Итак, давайте повторим, какие у нас были важные моменты. Первое. Звук имеет два момента, когда вы прикасаетесь к клавиатуре и освобождаете этот звук и освобождаете свой палец. Второе. Все наши действия пальцев за инструментами должны быть связаны с ушами и с мозгами. Третье. Чем тише звук, тем активнее кончик пальцев. Четвертое. Нужно себя всегда слушать. Если не слышишь и не понимаешь, что играешь сам, не услышит и твой слушатель. И пятое. Конец фразы никогда не бить. Вот. И поем мелодию. Поэтому вот такие маленькие пункты, которые помогут вам сделать красивый звук, которые помогут вашу игру поднять именно в качественно новый уровень. и помогут вам наслаждаться тем, что вы делаете. Так, что хотела я сказать? А, еще я хотела вам сказать о том, что я собрала 35 красивых песен, нот, для начинающих. Я думаю, часто бывает такое о том, что вы не знаете, что начать играть, где брать ноты, несложные ноты красивых песен. Так вот, я собрала вот такую сборочку. Ссылочку я оставлю внизу в описании, поэтому можете переходить на мой канал. Там 35 красивых и простых мелодий для начинающих. Там что у меня есть? По-моему, у меня есть... Ла-Ла Ленд там есть, что-то из Абы, по-моему, Yesterday, Танец феи Драже в такой простой обработке. Вот поэтому... А, кстати, еще есть Лунный свет Клода Дебюси в простой обработке, поэтому можете заходить и брать для себя ноты. Вот, встретимся в следующих видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok